Приветствую вас. Если говорить о лотарке и любых других способах, средствах самовыражения, то можно заметить, что контекст этих вещей делится на две части. Первая часть это просто проявление стиля, или не более того, просто стиль, такой стиль у человека, нравится ему такой стиль, он как бы это выбирает. И во втором случае это следствие эмоциональных каких-то переживаний, следствие какого-то... какой-то ситуации, следствие определенных проблем в жизни человека и так далее. Но естественно, подобные вещи нельзя проектовать как неоспоримые. То есть, всегда есть вероятность того, что это ошибка, что это не так, что это не совсем верно и так далее. Значит, именно тень говорит о том, что человек не удовлетворен собой, не удовлетворен своими эмоциями, своими достижениями какими-то... вот, и не чувствует себя значимым, и пытается показать, что его отсутствие значимости... ну, то есть, именно вот, именно вот, невозможность быть значимым для других, для себя, может быть, и так далее. И поражает его, значит, быть вот в таком состоянии, когда он ставит на аватарку... тень, мою тень. С другой стороны, человек может считать, что от него осталась только тень, и не более того. Ну, то есть, просто, от человека осталась только тень, по его мнению. Это говорит о том, что он переживает кризис определенный. И этот кризис, он довольно ощутимо бьет по человеку. По его самомнению, по его, там, гордости, по его уважению к себе, да, и так далее. Такое тоже может быть. Вполне. Наконец, тень — это нежелание показывать себя. Это страх близких отношений, например. Ну, такая история, когда человек боится сближаться. То есть, не хочет сближаться и не хочет показывать, какой он, не хочет показывать кто он, не хочет показывать свои чувства, не хочет показывать свои эмоции, и так далее, и так далее. Здесь, как бы, либо он боится того, что его как-то, ну, либо заденут, либо унизят, либо что-то еще. Вот. Либо человек знает, что он не получит то, чего хочет, либо есть жесткое непринятие себя, ну, очень сильное, очень сильное непринятие себя в этом контексте. Вот. Вот это может означать тень. Иногда тень — это подсознательное желание проявить неуверенность в себе. То есть, если человек в себе неуверен, значит, он зыбок. Если он зыбок, значит, он слабоосязаем. И слабоосязаемость — это выражается в виде тени. Вот. Но тонкость вся в том, на самом деле, тонкость вся в том, чтобы отличить действительно наличие этих проблем, и вот иногда вырабатывать свое отношение к ним, от простого выбора стиля. То есть, бывают такие ситуации, что человек выбирает какие-то мрачные картинки, да, а сам при этом веселый, открытый и так далее. То есть, это как бы компенсация, противовес. Что вот он такой веселый, такой открытый, такой радостный, а картинку выбирают вот такие. То есть, тут нужно очень, очень деликатно подходить к этому вопросу. И далее. Для чего вам это? Зачем вам это нужно? Почему вы хотите узнать о человеке так? По аватарке, только лишь по аватарке. еще и с вип-вопросом, то есть, чтобы ответили вам как можно большее количество людей. Для чего? Чего хотите вы? Кто вы? Кто вы? Этому человеку. И чего хотите. Вот. Исходя из этого, уже можно будет подбирать именно вашу стратегию поведения. То есть, если вы друг и видите, что у друга вот такая аватарка, соответственно, можно с ним пообщаться, нам поговорить, как-то помочь. Может быть, он вас с вами чем-то поделится и уже вместе тогда решать, что вы можете и будете делать. А ситуация, возможно, и другая, если вы человек, который симпатизирует этому человеку, то есть, у вас симпатия к нему, и вы хотите узнать о нем побольше. Но в этом случае рекомендую вам скорее с ним общаться и просто, ну, быстрее узнать его, потому что те ответы, которые даем мы, они слишком общие в любом случае. Так что, вот. Ну и наконец, если вы родственник, если вы, там, например, родитель или, наоборот, ребенок кого-то, то здесь, соответственно, тоже, в принципе, нужно идти на сближение. Вот. Побыть рядом с человеком, я уверен, вы поймете, что ему нужно и чего он хочет. Вот. Если вы коллега по работе и, соответственно, опасаетесь за то, что этот коллега может вас привезти или выполнить работу не очень хорошо, то здесь просто этого коллегу нужно подвестить под наблюдение и просто наблюдать за ним, чтобы в случае чего быть готовым его поддержать, как-то помочь ему и так далее. Вот. Ну и, соответственно, тоже было возможности куда-то вытешить, поговорить, просто расслабиться, чтобы посмотреть, какие у человека проблемы. Если проблемы явные, то постараться ему помочь, аргументировав это тем, что это влияет и на вас, и на работу, и что вы просто по-человечески хотите помочь нам, человеку, у которого могут быть проблемы. Вот. То есть, как видите, в зависимости от социального положения вас и человека и отношения между вами, поведение несколько различается. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok